Народ Божий, целью нашего собрания есть воспоминание смерти нашего Господа. Слава Богу! Мы вспоминаем то, что было совершено Сыном Божиим ради нашего спасения. И мы силу Его победы, силу Его спасения каждый из нас испытал на себе славу Господу. Мы благодарим Господа за наших братьев и сестер, которые сегодня вступили в завет с Господом. Мы вас поздравляем. Благослови вас Господь. Братья и сестры, благодарим Господа, который открыл для нас это великое служение. Слава Богу! И сегодня нам было сказано, чтобы наша любовь была непритворна, но искренняя любовь к Богу и друг к другу. Это Божья заповедь. И она не просто что-то такое духовное, которое как-то представляется. Это заповедь видимая, и она исполняется. Слава Богу! Братья и сестры, наш Спаситель Иисус Христос сказал, что ядущий, меня жить будет мною. Слава Богу! Слава Богу! Это то, что мы можем воспринять в нашем человеческом естестве. то, что мы можем воспринять, то, что мы можем понять в нашей физической жизни. Слава Богу! Но, дорогие мои, не забываем, не забываем, что все это мы делаем для будущего. Для будущего, для жизни вечной, потому что кто будет есть хлеб сей, жить будет вовек, сказал Христос. Слушайте, есть на земле такое лекарство? Есть на земле что-то такое, что мог бы кто-то сказать, вот если ты это примешь, жить будешь вечно? Такого нет. А в Божьем Слове написано, что кто будет есть плоть Сына Человеческого и пить кровь Его, тот будет иметь жизнь в себе сам. Что это за жизнь? Что это совершается у нас? Если, конечно, это просто обычай, что мы пришли, ну, братья объявили, и я пришел, ну, буду принимать. Я не думаю, что есть среди нас такие. Я верю в действие силы Святого Духа. Я верю в благодать Господню. И еще больше убеждаюсь, дорогие мои, насколько Бог заботится о нашем спасении, насколько Бог дает познание человеку, открывает свою любовь, открывает свою милость, открывает тайну своего Божества. Хвала Богу нашему. И если наша жизнь, она составляет что-то самое короткое, наверное, что есть на земле, написано, что наша жизнь подобна паре, являющейся на малое время. Она подобна траве, которая утром растет, подсекается, к вечеру засыхает. Она подобна цветку, который утром расцвел, а к вечеру уже засох. И это правда. И это правда. И это правда. Дорогие мои, и даже если в этом, если в этом, таком коротком промежутке времени нашего, бытия здесь на земле, мы ощущаем что-то необыкновенное, что-то особое, что-то неземное, а небесное. Это утверждает нас в том, что в вечности, что в вечности нас будет сопровождать именно то, что мы ощущаем отчасти. В начале служения мы читали, и апостол Павел говорит, я не хочу оставить вас, братья, в неведении об отцах наших. Оказывается, все действия, которые сопровождали Израиля, это была работа Духа Святого. Это была работа Божия в Иисусе Христе. Аллилуйя! Дорогие мои, все то, что сопровождает в нашей жизни, в нашем служении, в наших добрых чувствах и желаниях, это работа Божия. Это работа Духа Святого. Это работа Божьего Слова, Божьей истины, Божьей благодати. Слава Богу! Возлюбленные! Даже если взять только один, этот 2012 год, мы уже двенадцатый раз предстоим пред Господу. И Божье Слово говорит, не хочу оставить вас, дети, в неведении. Аллилуйя! Бог не хочет нас оставить в неведении. Бог пред нами открывает свои обятия, свою жизнь, свою любовь и вечность, в которую Он нас ведет. Благословен наш Бог! Дорогие мои, служение, которое мы совершаем, служение это утверждено самим Господом. И если мы читаем Евангелие от Матвея, 26 главу, с 26 стиха, мы находим возлюбленные следующие слова, которые я хочу прочитать сегодня в этом служении. Евангелие от Матвея, 26 глава, с 26 стиха. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломив и раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое!» И взяв чашу, и благодарив, подав им, и сказал, «Пейте из нее все!» «Ибо сие есть кровь моя!» «Нового завета!» «За многих изливаемая во оставление грехов!» Аллилуйя! Так написано! И мы верим в это святое, божественное слово. Апостол Павел в первом послании Коринфяна 11 главою пишет нам следующее наставление, укрепляя нашу веру и наше упование. 11 глава первого послания Коринфяна с 26 стиха. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест хлеб сего и пьет из чаши сей. «Ибо кто есть и пьет недостойно, тот есть и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из нас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Возлюбленные, нечего добавить и нечего отнять. Святость Господня требует ответственности, требует святости, требует особого подхода к этому служению. Возлюбленные, зачем? Дабы Божье обетование, дабы Божий промысел, он был восполнен в нас, в нашей жизни и в нашем служении. Давайте обратим внимание на книгу Откровения. Это вторая глава. Эти слова были пророческими словами к Ефесской Церкви, но считаю, они будут полезными и для нас. Написано с первого стиха второй главы книги Откровения. «Ангелу Ефесской Церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников». Аллилуйя! Господь бодрствует. Господь бодрствует. И Он говорит, «Знаю дела твои и труд твой и терпение твое и тот, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою и так вспомни, откуда ты не спал и покайся и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которых и я ненавижу. И вот седьмой стих. Народ Божий, давайте мы обратим особое внимание. Имеющий ухода слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которые посреди рая Божия. Аллилуйя! Возлюбленные, насколько милующий и добрый к нам Бог, насколько Его милосердие, оно полно любви и заботы о нашем спасении. Воля Господня, чтобы каждый из нас приходил к этому служению с особыми чувствами, с особыми желаниями, с самым, что есть у нас ценным в нашей жизни. Воспоминания смерти Господа нашего и Иисуса Христа и наше причастие к Его телу и к Его крови. Апостол говорит, да испытывает себя человек и таким образом пусть есть от хлеба всего и пьет из чаши сей. Мы прочитали книгу Откровения, тот, который ходит среди церкви, тот, который сейчас ходит среди рядов и видит нас всех. Всемогущий Бог. Аллилуйя! В деснице которой держит семь звезд. И Он говорит, я знаю твои дела, я знаю твои добрые желания, я знаю твое отношение к окружающему миру, я знаю твое желание и чувство к Царству Небесному, я знаю, что ты хочешь получить при причастии тела моего и крови моей, я это знаю. Делает такое любезное замечание, имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою, вспомни, откуда ты не спал и покайся. Аллилуйя! Возлюбленные! И дальше говорит, ты ненавидишь дела Николаитов, которых я также ненавижу, ты хорошо это делаешь, ты пребываешь во мне и я пребываю в тебе. И Дух Святой говорит, имеющий ухо слышит да слышит, что Дух говорит церквям. Аллилуйя! Аллилуйя! Тот, который стремится, тот, который жаждет, тот, который желает, тот, который посвящает себя, он будет вкушать от древа жизни. Аллилуйя! Дорогие мои, о деревах, листья, которые будут для исцеления народу, мы читаем в Священном Писании в книге пророка Изекииля. О дереве жизни мы читаем, что Бог посадил его в саду Эдемском в раю, но человеку полюбилось более дерево познания добра, нежели дерево жизни. Оно было забрано оттуда. Возлюбленные, не осудите меня, но дерево жизни для нас явилось. Слава Господу! Древо жизни для нас пришло в нашем Спасителе и Господе Иисусе Христе. Аллилуйя! Побеждающий, тот, который стремится, тот, который желает, тот, который готовит себя, тот, который жаждет, он будет вкушать от древа жизни. Не от дерева познания добра и зла, а от дерева жизни, который стоит посреди рая Божия. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне и я в нем. Как послал меня живой Отец и я живу отцом, так и ядущий меня жить будет мною. Сей то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели и умерли, ядущий хлеб сей жить будет вовек. Аллилуйя! Братья и сестры, какое чудное обетование, какое чудное благословение, обещание дает нам Господь. Я не смею доказывать, а вдруг это правда, что это древо жизни. Аллилуйя! Древо жизни, от которого мы уже сейчас на земле, в нашей этой тленной плоти имеем великую милость прикасаться, чтобы жить и жить вечно с нашим Господом. Да будет имя Господне благословенно, да испытывает себя человек и таким образом пусть есть от хлеба сего и пьет из чаши сей. Открой сердце свое, дай свободу для души твоей, и открой желания свои пред Богом и благодать Божия наполнит тебя, и ты вкусишь от этого древа жизни, эту чудесную силу, могущественную хранить нас от этого мира, от этих николаитов, от этого всего неугодного, но дающая силу и наполняющая нас любовью Божией к нему и друг к другу. Да будет то, что потеряно, возвращено, да будет то, что влекло нас к этим, к дереву познания и зла, да будет умерщвлено, да будет цель наша, да будет жизнь наша, да будет служение наше в этих благословенных истоках древа жизни. Имя Господне да будет прославлено. Давайте мы искренне помолимся Господу и приступим к служению. Бог да благословит нас. Склонимся пред Господом.